Приветствую вас, и знаете, ситуация, которую вы описали, она безусловно очень тяжелая для вас. То есть вам, личного, тяжело находиться как бы между двух огней. Вы стараетесь и маму поддержать, и бабочке угодить. Вы стараетесь сделать так, чтобы всем быть хорошим. Наверное, вы даже стараетесь осуществлять миротворческую функцию. То есть мирите как-то, ходите, ходите как-то, чтобы они сошлись, чтобы между ними было все хорошо и так далее. Из вашего письма мне лично показалось, что вы как бы дочь матери или вроде того. Вы не пишете, кто вы конкретно. И вы знаете, вот как более младшее поколение, вы не можете понять полностью, целиком, ни бабочку, ни маму. Почему? Потому что, в принципе, это люди другого времени. Мама у вас человек своего поколения, своего времени. Бабочка, соответственно, тоже. И вы, как новейшая поколения, скажем так, просто в силу своего отрасла, своего времени, не можете находиться на одном уровне с ним. Потому что для того, чтобы это сделать, вам нужно в идеале стать кем-то иным. Главное нужно стать бабочкой, чтобы понять бабочку. Но бабочкой стать не в плане возраста, а в плане того, чтобы прожить всю жизнь бабочке. Побыть в ее времени, в ее эпохе, чтобы понять ее полностью. И то же самое работает с мамой. И вы пытаетесь помирить их, значит, вот в рамках того, что вы знаете, в рамках своих ценностей. Проблема в том, что ваши ценности только ваши. И ваше видение, восприятие тоже только ваше. И оно, это восприятие, к сожалению, совершенно отличается от восприятия мамы и бабочки. И более того, скажу вам честно, оно никак не пересекается. И отсюда получается, что вы не можете доказать ни маме, ни бабочке что-либо. Потому что это взрослые люди, сформировавшиеся уже давно личности, за своим взглядом, ценностями и приоритетами. И если предположить, что вы кого-то сможете переубедить в чем, допустим, сказать бабочке, что она не права, или сказать маме, что она не права. Это будет означать для них, что они жили не правы. Ну, представьте себе. Скажем, вашей маме пусть будет за сорок. Ну, стандартный возраст где-то, пусть будет сорок пять. Вот, представьте себе, что вы так жили на человеку 45-летним. Говорите. Вот, ты знаешь, вот, ты жил неправильно. Ну, просто вот, неправильно жил. Оказывается, нужно жить по другим законам. Должны быть другие цели. И все. Человек что делает по началу? Ну, включается защитный механизм. Он отрицает. А если соглашается? Если говорит, да, вот действительно, я неправильно жил, сошла. Что происходит? Вряд ли вы поможете так человеку. Потому что, на самом деле, в этом случае, мама просто потеряет почву под ногами. Куда она идет? Как она живет? Почему она неправильно жила все это время? Ответа на этот вопрос у нее не будет. Я думаю, что вы вряд ли хотите такого будущего для своей мамы. Вряд ли, как они бабочки того же самого. Мы сейчас не говорим о том, что у вас получится или не получится это сделать. Мы говорим принцип. Дело в том, что подобные изменения, единственный способ, чтобы кто-то из них двоих наступил. В противном случае, ничего не получится. Мы, Богомир и я, надеемся, что смог дать вам понять, хотя бы показать, что этот единственный способ не является правдой. И что тогда, спросите вы, что мне тогда делать? Делать вам нужно следующее. Вот конфликтующие люди, в первую очередь, приходят к пониманию, что их конфликт выедет из гипса. Их конфликт не имеет ничего общего с реальной жизнью. Для этого, для того, чтобы люди это поняли. Просто, что они жили правильно, то у них все хорошо. Просто они запутались, они ошиблись обе. И движутся они туда. Сейчас, сейчас. Чтобы они это поняли правильно. Теперь шерпать на себя. Нужно. Оставить их в одиночестве. Чем меньше людей будет участвовать в этом конфликте, чем меньше людей будут поддерживать или наоборот бороться против, тем больше вероятности, что люди осознают, что они одиноки в своем конфликте. Но представьте себе, что никто не поддерживает ни вашу маму, ни вашу бабочку в ее конфликте с друг другом. Представьте себе, что они одни. Вот просто они одни. Никого рядом нет. А что было бы тогда? А было бы тогда следующее. Они бы какое-то время походили бы. Игномировали друг другу, наверное. Потом они бы постоянно ссорились, скандалили. Потом бы пришли к выводу, что вот где-то когда-то у них, по-моему, еще в детстве вашей мамы были какие-то проблемы, какие-то недосказанности, какие-то обиды, которые впоследствии переросли вот в этот. Вот эти обиды, они решали как-то через крик, слезы, истерики. И к чему-то придут. Но, возможно, это лишь в том случае, если они останутся одни. Понятно, что окружающие всегда будут. И то, что я сказал, это некая идеальная ситуация. Ситуация невозможная, наверное, в реальном мире. Но, тем не менее, этот доктор может и сделать. Лишить поддержки, как свою маму, так и бабочку. И постараться как можно большему количеству людей, если это возможно, объяснить, что участие в конфликте этих двоих людей подогревает этот конфликт. И никогда не приведет к их решению. К решению их проблем, к решению их противоречий, и так далее. Потому что, когда люди поддерживают стороны конфликта, у человека появляется еще больше мотивации, не того, чтобы в этом конфликте участвовать. Человек не заинтересован в том, чтобы конфликт решить. Зачем? Когда конфликт является средством привлечения к себе внимания. И поэтому человеку невыгодно. Особенно он это делает или нет, неважно. Человеку невыгодно прекращать конфликты. Вот и ваша бабушка так же. Примерно. Зачем ей приглашать конфликт, если она пользуется поддержкой, например, своих дочерей. Или, я больше не помню, по-моему, дочерей. Зачем? Ведь конфликт сплашивает людей. Она не чувствует себя одинокой больше. Она не чувствует себя, может быть, покинуть. А если конфликт решится, не будет общего врага, и зачем сплашивает людей. Каждый будет сам последовать. И вот до тех пор, пока люди поддерживают вашу бабочку, маму пока кто-то поддерживает, изменений не будет. Перестаньте поддерживать, и люди осознают, что то, что они делают, является, ну, как минимум, смешным, как минимум глупым. И, конечно, здесь необходимо понимать свои возможности, реальные возможности. Если у вас есть, например, реальный шанс перестать поддерживать свою маму, и оставить полностью ее без поддержки, делите, пусть хотя бы мама перестанет участвовать в конфликте. Пусть она осознает, что то, что происходит, является, ну, детским садом. Пусть она осознает это. И тогда, тогда конфликт будет постепенно себя исчерпывать. потому, что если мама перестанет быть стороной конфликта, и зашетет менять свое поведение, то это неизбенно приведет к тому, что противоречие будет снять. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личику, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, держите его лучшим. Буду благодарен.